Доброе утро! Теперь да, я буду патчи таскать каждый день. Оглянуться не успели, как уже все праздники пролетели. Сходила в атмосферу, сделал заказ по каталогу Эльвен, потому что я знаю только там эту точку. Блин, у меня была скидочная карта, забыла ею воспользоваться. В этом году ёлка вообще красивая такая. С самого утра была в больнице. В общем, нужно прикрепиться по адресу. И это, в общем, головняк. Я не думала, что настолько это всё муторно. В регистратуре мне написали, какие кабинеты обойти, для того, чтобы подписать прикрепление. Но в итоге кабинеты оказались неправильные. И потом вообще оказалось, что врачей нет, они в разное время работают. Так что я забежала, пока у меня есть время, до часу дня. Чтобы к врачу попасть и успеть к заведующей или как там, подписать тоже документы. Я забежала в фикс прайс и бегу теперь, куплю фрукты, наверное, и домой. Всё заброшу и, соответственно, бегу опять в больницу. Потому что с 10 часов до часу как-то не очень охота сидеть и ждать это всё. Как-то мне время написали непонятно. Мне сказали, с утра придёте, обойдёте эти два кабинета и всё. Один кабинет работает с 8, а другой с часу. Как я их обойду так быстро, прям с утра, непонятно. Ой, снежок падает. Красиво, обалденно. Снег идёт уже, я не знаю, сколько дней подряд. Красота. Мы ещё по вечерам гулять стали. Вообще. Взяла вот такой вот набор в фикс прайсе. Очень мне понравилась кружка вот эта. Такой весенней тематики. И в тон взяла тарелочку. Мне кажется, очень они гармонируют. И на весну это будет как нельзя кстати. Люблю, когда такие вещи поднимают настроение. Так, ещё в фикс прайсе я взяла носки вот такие. Именно вот такие вот укороченные. С такой вот штучкой сзади. Именно такие я уже брала. И они очень хорошие по качеству. Ну и для Дня Святого Валентина взяла всякие там. А я буду допивать свой чай и выбегать снова в больницу. Смотрите, как красиво. Такая тропинка. Всё в снежочке. Такое прям ми-ми-ми. Как в сказке. А я только что бежала от дома. Мне тут в принципе до больницы 15 минут ходьбы. А я до этого ездила на маршрутке. Тратила деньги. Ну вот решила сейчас добежать. Надеюсь успею. С часу работает врач. А сейчас 35 минут. Надеюсь, что успею. И не будет много там людей. Короче, рванула я. Кто какие дела делает. Там он уже готовченко. Валяется с ним. Шёл, шёл, упал. Мало того, что еле шёл, да ещё и упал. Удивительно. А у нас в парке так хорошо. Сегодня погода суперская. Ни ветра, ни мороза. Круто. Ещё птички поют. Правда, сороки-вороны. Но всё равно приятно. У меня вообще в душе уже весна, блин. Не знаю, как у вас. У меня как-то нет чувства серости какой-то. Как обычно было. Как-то уже всё цветёт и пахнет. Люди, люди. Сходила лететь налево. Жесть. Всё как-то неслаженно. Всё как-то по-дебильному, блин. Я устала. Именно морально устала. От этого дебилизма, честно. Сколько можно? В регистратуре знать никто. Ни хрена ничего не знает. Куда? На какое время? Что? Зачем? Пришла, блин. Врач говорит, флюорография нужна. Да мне сказали, говорю, что можно вместо человека обойти. Что присутствие человека, на которого и для которого я это всё делаю, не обязательно. Оказывается, что флюорография нужна. Потом ещё что-нибудь окажется нужно. Короче, блин, жесть. Регистрировала талончик электронный на флюорографию. Мало того, что на 6 часов я такое вообще первый раз вижу. На 6 часов вечера. Так ещё и... Вот он талончик. А что-нибудь видите? Красотка. Я в расстройствах. Просто в расстройствах. Вроде бы всё пытаются сделать так, чтобы всё быстро и хорошо было. Но нет. Ни хрена. Всё как было в совковые времена, так и осталось. Я посмотрела почти, я не знаю, штук 7-10 выпусков. Давай поженимся. Не знаю, один какой-то нашла, и потом один за одним там новинки прокрутила разных каких-то каналов, которые выкладывают нарезки или просто выпуски. Так вот, я под видео оставлю ссылку на один из выпусков. Обязательно, вот просто обязательно посмотрите его, потому что это жесть. Это просто жесть. Я вот честно, в последнее время таких девушек вижу даже в жизни, хотя это было раньше очень редко. Сейчас это очень часто. Блин, мужчинам обязательно посмотреть, потому что им как раз таки нравятся визуально такие девушки. Но вы увидите просто, что у них внутри именно в этой передаче. Чтобы я не обсирала просто таких девочек, просто посмотрите выпуск. И я под таким впечатлением, эмоциями, блин, мне аж есть захотелось. Я, кстати, снимала видео по этому накрашенному. И сейчас буду ставить буряк. Хочу его сварить и сделать салат винегрет. Обычный домашний. У нас есть сквашеная капуста. Я уже сварила морковку, картошку вчера. Даже порезала это все. И вот остался буряк. У нас был он, но он пропал. Мы его выбросили. И сегодня я купила новый. Нужно это сделать. И я не знаю, что я буду кушать. Я возьму мясо и, наверное, обжарю грибы. Очень, очень даже поддерживаю высказывание немагии по поводу голубого огонька. Потому что, ну, реально задолбали уже. Они настолько все уже... Ну, мало того, что старые, понятно, все мы такие будем. Просто одно и то же. Одно и то же. Из года в год ничего не меняется. Я не знаю, как-то что-то добавить. Может быть, переделать. Сделать что-то другое. Наймите молодые умы для того, чтобы они как-то преобразили ваш выпуск этого года, очередного года. Добавляйте кого-нибудь. Можно было бы, кстати, добавить блогеров. Ну, я так думаю. Идея, конечно, немагии сделать просто из одних блогеров голубой огонек. Это, конечно, идея неплохая, но, опять же, каждый год задолбает просто всех. Если, конечно, сделать из разряда каждый год, кто выходит из блогеров в топ и их именно показывать в голубом этом огоньке, то было бы, конечно, может быть и круто. Но все равно всем надоест такой голубой огонек, так же, как и тот, который есть сейчас. Ну, реально, задолбало, уже можно было бы что-то за эти годы придумать новое. Можно было бы что-то в стиле скандала сделать какого-то, кто-то с кем-то ругается. Можно было бы обыграть как-то, добавить сцены из различных каких-то фильмов старых. Там, операция и лжебный роман. Что-то именно в такой тематике, и, мне кажется, было бы это намного интереснее, чем из года в год один и тот же голубой огонек. Скажите, что вы думаете на этот счет? Мне кажется, стоит уже призадуматься первому каналу, да, там. Пусть бы они там уже все передрались, что ли, на крайняк. Смешнее было бы. Продолжение следует...